Рада приветствовать вас в новом влоге. Сегодня я хотела бы его посвятить моему дню рождения. Это, наверное, не очень скромно, но я бы не стала об этом говорить, если бы мой муж Артем не сделал мне приятный сюрприз. Мы будем отмечать мой день рождения в гостинице Националь. Это гостиница, здание гостиницы было построено в самом начале 20 века, в самом центре Москвы, на охотном ряду, и из наших окон будет видна Красная площадь. Во влоге, помимо прочего, я, конечно, обязательно покажу вам и рум-тур по нашему номеру люкс. Хотела бы отметить, что изначально Тёма забронировал другой номер, но нам повысили категорию. Не знаю, с чем это связано, но очень приятно. У нас с вами есть такая уникальная возможность полюбоваться этой красотой. Тёма с Катюшкой смотрят в окно. А из нашего окна... Что, Катюш, ты говоришь? А из нашего окна что? Красная площадь. Да, Красная площадь, видно. Классники там чистят. А вот это вот, кстати, видите, колпачки такие стеклянные? Это торговый центр внизу, прямо под землёй, называется Охотный ряд. Такой длинный туда, в ту сторону, вдоль Кремлёвской стены идёт. Ну что, на улице немножко сыром. Пойдёмте гулять на каток, Катюш? Репортаж. 17 января. Идём на Красную площадь кататься на катке. У нас всё. Ра, ста, я, лох. Не темно, ничего не горит, но план такой. Здесь такие прилавочки, можно купить сувениры, еду, выйти на саму Красную площадь. Мы пойдём на каток, он здесь находится, слева, вон там. А вот, Тёма с Катюхой ждут вафельку с сосисочкой. Уже темнеет потихонечку, четвёртый час, три, четвёртый, так что огоньки хоть видно стало. Папа посадил нас на самолёт, и мы тут летаем над Красной площадью. У-у-у! Зая, тебе нравится? Да. У-у-у-у! У-у-у-у! Катюша! У-у-у! 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 Мы заказали в номер себе небольшой обед, что нам принесли на подносики. Для Катюшки принесли куриный бульон, должно быть вкусно. Так, салфеточки, соль, перец, томатный кетчуп, это к чему, кстати, интересно? Здесь, под Клошем, у нас как раз за этот, значит, твой бургер. Да, хлебная корзиночка и для меня паста Болоньеза здесь, карбонара. Вот мы думали, что привезут на тележке, но принесли на руках. Здесь в отеле на седьмом этаже есть такая небольшая спа-зона из окон. Смотрите, видно Арбат, здорово, правда? И вот так выглядит здесь все. Это джакузи, здесь очень теплая вода, можно покупаться, погреться. А вот там вода довольно прохладная и видно Красную площадь. Видите, вот Кремлевская башня, Спасская башня. Лежаков, кстати, здесь не очень много. Вот мы здесь устроились у столика. Здесь вещи сложили на столчик. Я, наверное, здесь буду отдыхать. Ой, хорошо. Закончили мы наше купание. Выходим сейчас из бассейна. Вот такая вот здесь раздевалка. Никого, кроме нас, на самом деле, не было. Вначале только были. Мы семейная пара, мужчина и женщина, но они довольно быстро ушли. Остались вот только мы. Вот, смотрите, девчонки, есть весы. Я взвесилась. У меня, оказывается, очень даже приличный нормальный вес. Килограмм пять скинуть, и будет топчик. Я бы хотела вам немножко поподробнее показать наш номер, потому что он, во-первых, довольно интересный, во-вторых, красивый. Это хорошая гостиница, дореволюционное здание, построено в самом-самом начале 20 века. После революции здесь какое-то время очень недолго с Крупской и своей сестрой жил Ленин. Кстати, я прочитала, что тот номер, в котором он жил, именно из окон этого номера открывается самый лучший вид на мавзолей сейчас. Вот, ну а я готова, собственно, обозревать наши апартаменты. Давайте начнем с прихожей. Она небольшая, но интересная. Итак, вот она прихожая, входные двери. Как видите, они двойные. Между этими дверьми есть такая, как бы, воздушная прослойка. С одной стороны, они чисто теоретически, наверное, должны заглушать шум, хотя сейчас этого не происходит. Прекрасно слышно, если кто-то проходит по коридору. Но, с другой стороны, это такая очень симпатичная мне эстетика. Вот это, это стекла. Видите, они матовые, с какой-то такой гравировочкой. Замок электронный. Но, несмотря на это, здесь есть и вот такой вот обычный механический замок. Дверь не откроется, если его положить в такое положение. Стойка для одежды именно в этом месте. Здесь же, наверное, можно оставлять, например, обувь, зонтики и так далее. И вторая дверь, она с глухими створками, уже ничто никуда не просвечивает. Можно спокойненько закрыть, закрыться и отлично. Вот такая вот здесь фурнитура. Непонятно, оригинальная она или нет, но, по крайней мере, я, честно говоря, в продаже подобное не встречала. Пол. Сразу от входа пол паркет. Дерево промасленный. Очень. Вот я хожу босиком, несмотря на то, что я в прихожей. Как и у нас дома. Мне очень нравится. Он теплый. Такой приятненький. Цвет роскошный. Настоящего дерева. Прихожая сама по себе. Она примерно метр, наверное, 3-4 квадратных. Довольно аскетичная, но что мне здесь нравится? Во-первых, мне нравится под лепниной вот этот вот золотой карниз. Он отрисован. Это краска. И здесь вы дальше увидите по всему потолку вот эти вот линии отрисованные. Я, кстати, в одно время хотела у нас в Сталинке попробовать то же самое, но у нас, к сожалению, для такой идеи слишком кривые стены. А вот здесь вот стены крашеные, абсолютно гладкие. В прихожей висит зеркало. В деревянной раме. Рама натуральная. Покрыта маслом. Ее ширина, мне кажется, сантиметров 10. Ну, смотрится так увесисто. Стекло, зеркало само с фацетом. У меня, кстати, тоже есть одно очень винтажное зеркало, которое хранится сейчас у моей бабушки. Оно из деревни. Я хочу его забрать. Думаю, что само зеркало я буду менять. И вот идея мне вот эта вот понравилась. Буду заказывать, если что, вот с таким же вот уголочком. Внизу здесь консоль. Тоже дерево. И здесь любая вся мебель в этом отеле, она покрыта вот таким вот резаным стеклом, вырезанным специально под форму мебели. Очень удобно. Мебель не портится. Отсюда мы попадаем, можем попасть в спальню или можем попасть в гостиную. Но давайте начнем со спальни. Спальня о двух окнах. Из окон, как вы, наверное, уже поняли, видно Кремль. Вот он, Кремль. Охотный ряд. Вот там вот внизу торговый центр. Кремль, гостиница Москва и всякие украшения. Здесь деревянные окна, деревянные рамы, стекла. Ну, стекла как стекла, но рамы деревянные. Вот такая вот здесь тоже очень симпатичная фурнитура. Тоже непонятно, оригинальная или нет, но вот что-то мне показывает, что, подсказывает, что все-таки это, скорее всего, новодел. И второе окно, оно точно такое же. Здесь есть большая двуспальная кровать с полукруглым изголовьем. Лампы. И лампы, по-моему, вот я, кстати, не помню, какие они, но, по-моему, они стеклянные. Да, стеклянные. Шторы. Плотные. По идее, они должны закрывать свет, потому что окна выходят на юго-восток, по-моему. Вот такие здесь интересные штородержатели, или как это правильно называется, вот эти вот штучки, которые держат подвесы. Живопись. Возможно, вы помните, я показывала вам номер в гостинице «Богатырь» в Сочи. Мы туда ездили в отпуск в октябре. И я отметила, что там картины были отпечатаны. Вот эти вот картины, они картины маслом, то есть это настоящая живопись, не печать. В коридоре под каждой картиной еще висят такие этикетки, там даны контакты. Картину можно купить или заказать копию. Здесь подставочка, видимо, для цветов, или там сюда можно гостю какую-нибудь сумочку, например, поставить. Ну вот у меня день рождения, сюда можно было бы цветы поставить, если бы мне их подарили красиво. С обратной стороны очень тоже симпатичная консоль с зеркалом. Отдельная моя любовь в этом номере. Ну, конечно же, люстры. Они прекрасны, вечером вообще они переливаются, играют этими огоньками просто великолепно. Розетка, она, видите, раскрашена. Кстати, у меня вот тоже была мысль попробовать это, но я не рискнула чужие розетки раскрашивать. Кстати, я как владелица съемной квартиры с крустальными люстрами, хочу сказать и отметить, что здесь люстры пыльные, надо чистить их тщательнее. И с другой стороны от вот этого зеркала находится телевизор с мини-баром. Здесь, в общем, все как обычно. Холодильник, там напитки разные. И здесь у нас чай, кофе. Вода была, но вот мы уже выпили кофемашину и телевизор. Мы на самом деле только что из бассейна вернулись, и у меня такая, знаете, прямо отдышка, тяжело говорить. Я еще успела полежать на диване в гостиной, минут 10 отдохнуть, и после этого вообще поплыла немножко. Ну ладно, давайте продолжать. Значит, вот это вот ванная. Я ванную особо показывать не буду, потому что там особо не на что смотреть. Как бы тут вообще абсолютно все о новодел. Вот так просто загляните. У нас тут просто вещи сушатся после бассейна. Но что интересно, здесь сделаны вот такие вот двойные двери. Вот это на самом деле глухая стена. Вот посмотрите. Хоп-хоп-хоп. Видите? Стена. А здесь дверь. Я подозреваю, что здесь еще по идее должна быть подсветка, как вот там. Потому что там фрамуги тоже все глухие. Там нету прохода в ванную. А вот дверь как раз она в ванную ведет. Если кто-то ходит здесь, то тень этого человека видно. Так, ну ладно, давайте сходим еще с вами в гостиную. У нас там жуткий бардак, поэтому, пожалуйста, извините. Кстати, по поводу вот этих вот межкомнатных дверей. Во-первых, они двойные, это прямо очень классно. А во-вторых, здесь такая же система крепления, как у нас в квартире. Тоже вот так вот эти штучки поднимаются, и дверь фиксируется, она не открывается. Вообще-то двери были закрыты, но мы тут приехали, все пооткрывали. Вот она наша гостиная. Тут Катюшка отдыхает, да, Катюшка после бассейна. Бассейна картина. Это тоже живопись, кстати, я уже посмотрела, проверила. Симпатичный торшерчик. Очень симпатичное зеркало. Утюг, это я сейчас буду в ресторан нам гладить одежду. Рабочий стол прекрасный, все хорошо. Телефон, на ресепшн можно позвонить. Ну и на самом деле здесь ничего особенного. Так, чисто шкаф, телевизор, тоже тумбы всякие. И я еще прочитала в каком-то непонятном мне источнике, что в Национале очень много предметов искусства. Ну я вот понимаю, подобных этому Петру, а может быть и не этот конкретно, но много подобных. Много вещей есть в этой гостинице, которые были, грубо говоря, награблены, украдены в Царском селе, в Аничковом дворце. В общем, в резиденциях и членов императорской фамилии. Так что да, вот такой вот номер. Мы на самом деле здесь прекрасно сейчас отдыхаем. Собираемся идти в ресторан, который называется Белуга. Он находится здесь же. И этот ресторан в прошлом году получил звезду Мишлен. Кстати, вот я не знаю, какая категория, но мы идем туда. Это рыбный ресторан. В таком ресторане я побываю впервые, но я очень туда хотела. Я как раз вот несколько месяцев назад смотрела меню, изучала, когда готовилась к Тёминому дню рождения. И вот так случилось, что сегодня мы идем именно туда. Хорошо выходить из номера не нужно. Нам нужно только надеть туфельки, платьица, привести себя в порядок. И пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok